Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 2 апреля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Запрет на вывоз селитры продлен до 1 мая. Россия вводит новые ограничения по экспорту масличных. Маркировку молочных продуктов для фермеров отложили. Эти и другие новости вы увидите сегодня в нашем выпуске, который выходит благодаря вашей поддержке. Мы стали получать донаты, и очень благодарны каждому, кто пересылает нам помощь. Правительство России вводит новые ограничения на экспорт масличных. С 1 апреля до 31 августа будет запрещен вывоз семян подсолнечника и рапса. Поставлять эти культуры Россия сможет только в страны Евразийского экономического союза, а также в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. В правительстве поясняют, что переработчики масличных должны быть обеспечены сырьем, а животноводы – шротом, который используется в кормах. С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло будет выделен лимит в размере полутора миллионов тонн, на жмых – 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа текущего года включительно. Соевые бобы и соевый шрот будет разрешено вывозить за рубеж только через пункты в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, вводится плавающая пошлина на подсолнечный шрот. Эту пошлину будут рассчитывать по формуле 70% от разницы между индикативной ценой и базисной ценой. Базисная цена составит 185 долларов за тонну. Ставку пошлины правительство будет пересчитывать раз в месяц, то есть так же, как сейчас с подсолнечным маслом оно делает. Ну и самое неприятное – правительство вводит пошлину на экспорт льна. Ставка пошлины фиксированная – 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Мера начнет действовать с 1 мая и продлится до 31 августа. В завершении стоит отметить, что пошлина на подсолнечное масло в апреле выросла до небывалого размера – 313 долларов за тонну. В мае пошлина будет еще выше, так как сегодня, по данным аналитического центра Савэкон, цена спроса на масло в Черном море превышает 2 тысячи долларов за тонну. Это в полтора раза выше той цены, что было в середине февраля. По итогам прошлой недели подсолнечное масло подорожало сразу на треть – до 133 350 рублей за тонну с НДС. Подсолнечник тоже вырос в цене где-то на четверть – до 48 900 рублей за тонну без НДС, сообщил Савэкон. Впрочем, на этой неделе рынок уже развернулся, отмечают аналитики. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, сейчас тонна подсолнечного масла в России в среднем стоит уже 120 тысяч рублей, а подсолнечник торгуется по 48 тысяч рублей с НДС. Правительство России продлило на месяц запрет на экспорт аммиачной селитры. До 1 мая удобрение не должно покидать территорию страны, за исключением поставок в Абхазию, Южную Осетию, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Для чего нужен запрет? Правительство объясняет, что таким образом будет полностью обеспечена потребность российских аграриев и промышленных предприятий в этом веществе. Напомним, что в конце прошлого года Кабмин попытался отрегулировать экспорт аммиачной селитры, а также азотных и сложных удобрений при помощи квот. Производителям разрешили с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022 года вывести за границу 744 тысячи тонн. За два месяца была поставлена примерно половина этого объема и аграрии стали возмущаться, что получат селитру по остаточному принципу после полного исчерпания квоты. Тогда и был введен запрет на экспорт. Что касается вывоза других азотных удобрений, то здесь наоборот квоты были увеличены. Азотным удобрением добавили 230 тысяч тонн, сложным – 466 тысяч тонн. Минэкономразвития объяснили, что квоты были увеличены в связи с пересчетом баланса производства и потребления минеральных удобрений. Как мы рассказывали в прошлом выпуске, бюджет выделил 26 миллиардов рублей на льготное кредитование системообразующим предприятиям АПК. Они могут взять заем по ставке 10% годовых на срок до года. Кабмину было поручено актуализировать список этих предприятий. Минсельхоз предложил включить еще 13 компаний. Это группа компаний «Союзнаб», которая поставляет пищевые ингредиенты, производителя и дистрибьютора «Сырофудленд», компанию «Бунги СНГ», агрохолдинг «Звениговский», торговый дом «Балтийский берег», «Данон Россия», кондитерский холдинг «Акконт», группу компаний «Дымов», известный холдинг «Диметра» и торговый дом «Рив». Все эти предприятия после включения также смогут воспользоваться господдержкой. Минсельхоз России предложил обнулить ставку НДС при реализации всех семян отечественной селекции. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр Дмитрий Патрушев. По его словам, мера поддержит российских селекционеров и семеноводов, которые сейчас вынуждены замещать импорт в срочном порядке. Действительно, обнуление НДС позволяет семенауческим хозяйствам высвободить немного средств и направить их, например, на улучшение своего производства. Кроме того, Минсельхоз планирует компенсировать часть затрат предприятиям, которые производят семенную продукцию. Подробностей пока нет, но слабо верится, что под этот вид поддержки попадут семеноводы пшеницы. Посыл федерального министерства подхватили и в регионах. Глава Краснодарского края сообщил, что с 2019 года сельхозпроизводителям возмещают 70% затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы, а с 2022 года аналогичные субсидии будут выплачивать на семена подсолнечника и кукурузы. Минсельхоз Ростовской области отметил, что в этом году продолжится поддержка агрария, в которой приобрели элитные семена различных культур. В прошлом году на это было выделено 295 миллионов рублей, в текущем господдержка выросла до 324 миллионов рублей. Если у вас есть необходимость срочно достать семена, то советуем заглянуть на сайт Национального союза селекционеров и семеноводов, который разместил целую страничку с комментариями от фирм и от организаций Миноборнауки о том, семена каких культур есть в наличии и сколько этих семян имеется. Чудесную новость на этой неделе объявил Минсельхоз России о количестве зарубежной техники на наших полях. Оказывается, 70% сельхозмашин и оборудования приходится на технику российского и белорусского производства. В том числе тракторов 70%, зерноуборочных комбайнов 80%, кормоуборочных комбайнов 70%. Импортируются преимущественно спецмашины для уборки и первичной переработки корнеплодов, овощей, фруктов и технических культур, пояснили в Минсельхозе. Проблема заключается в том, однако, что комплектующий на российскую технику приходится завозить из-за рубежа. Из-за этого у предприятий могут быть сбои. Один из владельцев Россельмаша Константин Бабкин на прошлой неделе честно признался, что комбайновый завод работает на полную мощность, а вот тракторный пришлось на неделю останавливать. Перебои как раз были связаны с поставками комплектующих. Полностью уйти от западных деталей предприятие намерено к октябрю 2022 года, а до этого возможны похожие остановки. Минсельхоз России планирует расширить перечень культур и продуктов, которые можно рассматривать как корм для молочного крупного рогатого скота. Это очень важно для молочных ферм, и вот почему. В прошлом году правительство выделило 10,6 миллиарда рублей на субсидирование покупки кормов для молочного скота. Фермы подали заявки на получение господдержки и выяснили, что государство компенсирует затраты отнюдь не на все составляющие меню буренки. Под кормом для молочных коров государство понимало фуражное зерно, сено, сенаж, силос, свекловичный жом, патоку и некоторые другие компоненты. Из списка выпали тритикали, кормовой горох, люпин, соя, комбикорм-концентрат, отруби, премиксы, витамины и аминокислоты. В результате хозяйства не смогли компенсировать затраты на то, чем реально кормили молочное стадо. Это досадное недоразумение предлагается устранить. Агробизнес в России продолжает сражаться за право не наносить дата-матрикс-коды на продукты питания и напитки. 29 марта очередное письмо было направлено премьер-министру Михаила Мишустину от лица «Союз молоко», «Союз напитки», «Масложирового союза» и других объединений. Сама марка стоит недорого вроде бы – 60 копеек. Но если умножить ее стоимость на количество упаковок, а это 250 миллиардов, то суммарные расходы предприятия и потребителей составят около 150 миллиардов рублей. В условиях текущего кризиса эти деньги могли бы потратиться более эффективно. Но пока же производители молочных продуктов не смогли ничего добиться. Лишь одна поблажка сделана. Для крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов маркировка молочной продукции начнет действовать не с 1 декабря 2022 года, а с 1 декабря 2023 года. На этом наш выпуск завершен. Пока мы ничего не говорим о ценах на пшеницу, будем надеяться, что укрепление рубля не снизит их, хотя аналитики уже подозревают, что это может произойти. Друзья, нам как никогда важна ваша поддержка нашему издательскому дому. Как вы знаете, отключена монетизация российского ютуба, наши рекламодатели, которые помогали нам работать, сейчас прекратили свое продвижение, либо сильно сократили рекламные бюджеты. Один из способов помочь нам это донаты. И нам важна любая сумма перевода, пусть даже 50 рублей. Они несут свой вклад, чтобы наша команда могла и дальше готовить для вас качественный контент. Сделать донат очень просто, ссылка есть в описании к этому видео. Ну и конечно, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, делиться нашим видео с коллегами и друзьями и присылать нам сюжеты, писать о том, что вас волнует, что происходит в вашем хозяйстве, с чем вы сталкиваетесь. И мы надеемся, что будем работать еще очень-очень долго. Берегите себя, своих близких, пусть все у вас будет хорошо. До следующей недели! Субтитры создавал DimaTorzok